Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях художественный руководитель, главный дирижер Костромского симфонического оркестра Павел Герштейн. Павел, здравствуйте! Губернского симфонического. Губернского симфонического. Замечательно! Давно планировали встречи, и я рада, что она наконец-то состоялась в преддверии Нового года, потому что большое количество программ, конечно, в каждом симфоническом оркестре и, безусловно, в вашем. Расскажите, какие сейчас предстоят программы, как будете радовать публику с приближением Нового года? Вы знаете, только что состоялась программа. Приезжал любимый мной струнный квартет имени Давида Остраха с лидером Андреем Барановым, и мы два дня концертировали. Первый день они привезли с собой еще юных скрипачей, воспитанников мастерской скрипичного искусства, которой занимается альтист квартета Федор Белугин и его супруга Маша. И у них замечательные есть дети, значит, ученики их, которыми они уже много лет занимаются, в том числе и дочка Настя Белугина их. Есть Матвей Блюмин, такой известный парень, которого в свое время я нашел в Владивостоке, и он потом переехал в Москву и стал учиться у Маши Белугиной. Хороший был концерт, отделение было, мы посвятили детям. А второе было громадное отделение. Мы сыграли в одном отделении двойной концерт Брамса и симфонию концертанты Моцарта, где участники квартета, соответственно, выступали как дуэтные солисты, так сказать. А следующий день был посвящен целиком квартету, была и большая сольная программа. Вот буквально мы сейчас такое ощущаем послевкусие состоявшегося, потому что каждая встреча с этими замечательными музыкантами для меня очень дорога. Павел, правильно ли я понимаю, что вы стоите у истоков этого оркестра? Вы 20 лет являетесь художественным руководителем. Вы создавали этот оркестр или уже пришли на готовый коллектив и его развивали? Знаете, я уже стою 22 года у этих истоков, которые превратились в какой-то, наверное, другой водный... Скорее, служение уже, служение. Ну, в общем, да. Действительно, когда я приехал в Кострому в 1999 году, здесь было непаханное поле, так сказать. Ну, музыканты были, но с оркестром ничего, к сожалению, не получалось, сколько раз не пробовали. Ну, одно время это был какой-то любительский оркестр при профсоюзах. Там играли педагоги музыкальных школ. Потом захотели создать профессиональный. Вот они приглашали до меня несколько человек, но у них ничего не получалось. Действительно, были условия такие непростые в этом городе. Ну, вот как-то я такой оказался, видимо, самый опёртый. Мне удалось создать оркестр в Костроме профессиональный, которым 22 года я руковожу. Расскажите о вот этом становлении из года в год. И когда вы почувствовали, в каком, может быть, году, через сколько лет, что оркестр действительно стал профессиональным и вышел на высокий уровень? Вы знаете, я почувствовал, наверное, это сразу, как пришёл, потому что поставлены были задачи сразу организовать регулярную концертную жизнь с привлечением солистов, с исполнением достойных симфонических программ, которые бы могли как-то вписываться в музыкальную карту нашей страны. И, ну, я понимаю, конечно, что сразу одной взмахом дирижёрской палочки уровень оркестра не сделать на каком-то замечательном высоком уровне. Поэтому мы брали в оркестр сначала всех, кто мог держать в руках инструменты, но потом как-то в течение вот этой эволюции и лет работы, многих лет работы происходил отсев, с одной стороны, тех, кто не выдерживал, тех, кто по возрасту как-то уже не мог справляться по другим причинам. Но на смену приходили даже ученики, в том числе и столичных консерваторий, и Нижегородской консерватории, и, в общем, как-то оно из года в год всё повышалось. — И сейчас с оркестром, да, уже выступают выдающиеся российские и зарубежные музыканты. — Знаете, ну, выдающиеся музыканты, они сразу стали проявлять интерес. Я не знаю, какая тут главная причина. Может быть, с одной стороны, это близость к Москве, с другой стороны, может быть, тогда ещё не был, может быть, так известен в кругах, ну, так знаете, как сказать, по нарастающей. Допустим, Ирина Васильевна Бочкова приехала ко мне. До неё был её ученик, граф Муржа, например, да, с которым мы быстро подружились и стали регулярно выступать. Он рассказал Бочкова, и Бочкова приехала ко мне с концертами. Затем вдруг я иду в 2004 году по Москве, и у меня вот только не так давно появился мобильный телефон и звонок с неизвестного номера. И я снимаю трубку, здравствуйте, это Павел, да, меня зовут Саша Князев. Вот, и появился на горизонте вот этот великий музыкант, уникальный музыкант, я не побоюсь этой такой, я не знаю, характеристики. Он действительно невероятный. Вот, и он стал регулярно приезжать, потом он стал рекомендовать. И вот так, значит, это вот стало нарастать. Вообще, наш мир музыкантов настолько узок. Вроде бы нас много, с одной стороны, а с другой стороны, любое телодвижение как бы, оно всегда становится известным моментально. И не важно, где ты находишься. С Александром Князевым он у нас в гостях тоже был на нашей радиостанции дважды, и я сама с ним играла тоже гамбовые сонаты, играла на органе, он на виолончели, это было действительно что-то потрясающее, и с вашим оркестром он играл достаточно много концертов, и делали большие проекты. Павел, а вы помните вообще свой первый концерт с вашим оркестром? Осталась ли в памяти вот эта программа? Вы знаете, вы сказали слово «первый концерт», помню ли я, у меня аж мурашки по коже пробежали. Да, помню, это был 99-й год, 11 октября. Программа состояла, в программе участвовало два оркестра. Я в это время, работая в Нижнем Новгороде, преподавая в консерватории, создавал фестивальный камерный оркестр, очень хорошие были ребята-музыканты, ну такие сливки Нижегородской музыкальной школы. Вот, и мы очень любили собираться вместе и играть. У нас были российско-швейцарские фестивали. Я в то время, у меня был вокальный квартет, ну я еще как певец развивался, и мы ездили много в Швейцарию. В Швейцарии, благодаря каким-то тоже знакомствам постепенным, мы привезли в Россию идею создать российско-швейцарский музыкальный фестиваль. И он был создан, и каждый год-два он проводился в Нижнем Новгороде, где потом он стал захватывать другие города. И вот, когда мне в 99-м году поступило предложение приехать в Кострому, я сказал, что я не могу в это время приехать, потому что у меня оркестр в Нижнем Новгороде, и мы проводим российско-швейцарский фестиваль, приедут солисты, так сказать, из Швейцарии. И начальник управления культуры того времени города Костромы, она мне предложила привезти этот оркестр и дать концерт. Ну, как бы она просто сразу козырную, так сказать, карту выложила из своей колоды, тут она меня купила, конечно. И я вот первое время просто работал на два города с двумя оркестрами. Вот здесь я создавал, а там, в общем, был небольшой, но очень хороший, поэтому такая была интенсивная работа. Я готовил там программу, здесь тоже что-то делал. И вот 11 октября первое отделение играл камерный оркестр из Нижнего Новгорода, так называемый фестиваль-оркестр, с солистами из Швейцарии. А второе отделение, вот то, что я сумел сделать, достаточно большой состав, между прочим. И я еще попросил нижегородских музыкантов внедриться вглубь оркестра Костромского, вновь созданного, так сказать. И мы, человек 70, наверное, на сцене разместилось. В то время это еще была сцена филармонии. И мы сыграли первый концерт Листа и симфонию 92-ю Оксфордскую Гайдена. Для меня это было тоже интересно, потому что воссоздать эти сочинения, потому что я с ними заканчивал аспиратуру Арнольда Михайловича Кацу в Новосибирске. Ну, прошло уже, так сказать, 99-й, там был 98-й. А, ну год прошел, да. В общем, как бы через год я вернулся к этой программе, которую я, так сказать, может быть, на скорую руку сделал с Новосибирским симфоническим оркестром под чутким взором моего маэстро. Раз уж вы заговорили о вашем образовании, расскажите, в какой семье вы родились и как пришли к музыке? Родился я в музыкальной семье. Папа – известный хоровой дирижер. Его имя в советское время в созданной и изданной энциклопедии хоровых дирижеров Советского Союза занимало почетное место. Ну, и занимается, слава Богу. Мама – музыковед-теоретик. В детстве, как они говорят, почему-то я даже это помню, я не знаю, я не умел говорить, но я помню, что я раньше запел, чем заговорил, как они сказали. И даже была магнитофонная такая пленка, которая сохранялась одно время, где я акапельно, не зная слов, ну, просто еще не говорящий мальчик, я пел чисто совершенно песенку «Два веселых гуся». А, и, кстати, «Солнечный группа» тоже, да, «Солнечный группа». И говорят, что меня возили в коляске, и я горланил, значит, совершенно чисто по тем нотам из коляски детские вот эти песенки. Вот, ну, потом это была музыкальная школа. Какой специальности? По фортепиано я учился в музыкальной школе, затем стал дурака валять, естественно, потому что общеобразовательная школа, дразнилки всякие, там, музыкантишка и все остальное. Но, тем не менее, папа с мамой оказались настойчивыми людьми и, значит, привели меня за руку в музучилище после восьмого класса общеобразовательной школы. И вот там как-то через две недели я понял, что это моя профессия. Вот как-то у меня педагог очень хороший был в музыкальном училище, Царство Енебесное Александра Павловна Рогова. Она как-то быстро меня в баранье руку купила. Ты тоже по фортепиано? Нет, туда я поступил, я пошел там уже по стопам папы, пока хоровой дирижер поступил в училище. Вот, и она была в свое время главным хормейстером Магнитогорской капеллы, главным хормейстером Пермского оперного театра, очень волевой человек. Она меня заставляла играть на рояле, отдала меня к своей дочери по роялю. Ну, в общем, я был, знаете, так окружен такими тисками, зажат в тиски, лучше сказать. Мне не давали, я помню, она меня один раз увидела, гулящего по одной из улиц Перми с моей однокурсницей. Она кричала так, что... И, в общем, она просто как-то по сторонам раскидала. Девочка эта бежала в одну сторону, я в другую. Я когда прибежал домой, уже я слышал крик в телефонную трубку, она кричала на моих родителей, что почему я не занимаюсь с девками, шатаюсь по улицам. Поэтому... Ну, она гениальность, уникальная, совершенно физическая сила невероятная была. Лучше к ней под руку было не попадаться. Как вы пришли к симфоническому дирижированию? Все-таки хоровые дирижирования симфонические разные. Да, после училища меня забрали в армию, призвали, правильно лучше сказать, в армию. И я там попал в оркестр. Через какое-то время и стал как-то, вы знаете, интересоваться очень духовыми инструментами, стал осваивать духовые инструменты. И когда вернулся, я поступил в Нижегородскую консерваторию, и попал в руки Виктора Алексеевича Куржавского. Слушайте, это какой-то кошмар вообще. Я сейчас называю имена своих учителей, и их никого нет в живых. Ну, Александра Павловна давненько ушла уже, а вот Виктор Алексеевич совсем недавно от ковида скончался. И другие учителя. В общем, какой-то кошмар. Ну ладно, не будем о грустном, а то я сейчас глаза мокрыми стану. Вот этот человек меня как-то... Он там у Янсенса учился, у Мариса. Сначала у Арвида, потом у Мариса. И он, может быть, не состоялся так ярко, как симфонический дирижер, но преподавал очень хорошо и мог правильный путь указать. Понимаете, вот дирижерский, музыканский. Потом была замечательная педагога в Нижнем Новгороде, тоже, Сарство Небесное, Маргарита Самарукова. Ее ученики, ну, Понкин, например, да. Много хороших учеников. Она ученица Рабиновича Николая Семеновича. И тоже на нашей кафедре преподавала. Я у нее пропадал в классе, и она очень ко мне хорошо относилась. Вот. Поэтому, закончив, как хоровой дирижер, я, значит... А, еще вот в чем было дело. Вспомнил. Когда я учился на четвертом курсе в музыкальном училище, приехал на гастроли Арнольд Михайлович Хацкий, как дирижер приглашен. Оркестром оперного театра он выступал. Его пригласили в музыкальное училище дать открытый урок. Ну, и меня как-то выпихнули, знаете, так. Все боялись, а маэстро приехал такой пожилой и строгий. И меня выпихнули выступать перед ним. И вот потом папа набрался смелости и позвонил ему в гостиницу. И просто хотел узнать, как его сын показался, и вообще, что он об этом думает. И, как ни странно, Кац меня очень похвалил. И сказал, что в перспективе он бы меня взял к себе. И вот это был 87-й год. А у Арнольда Михайловича я оказался в 96-м. Прекрасно. После окончания консерватории потом я остался преподавать. Я вообще преподавать начал в консерватории с 94-го года официально. А в 93-м мне уже стали учеников давать. Ну, как-то у меня вот шло это дело. А по какой специальности преподавали? По дирижированию? Да, дирижирование, оркестровое дирижирование у духовиков, у народников, хоровое дирижирование, хоровой класс на заочном отделении консерватории. У меня был чудесный совершенно женский хор. Но они пели так, что очники прибегали вообще на все эти экзаменационные и концертные выступления заочного хора и вот так вот от зависти рту открывали вообще. Ну, действительно, там подростнее были люди, голосистые. Ну, и потом все-таки я еще вокалист, я умею объяснить, как надо петь. Понимаете? И это было замечательное вот время, эти зимние сессии с женским хором заочного отделения. Я уже работал в Костроме, я специально ездил в Нижний Новгород на месяц летом и на месяц зимой, чтобы преподавать заочниками, вести вот этот хоровой класс. И до сих пор они меня вспоминают, эти мои студенты бывшие, они в Ярославле, их много. Ну, вот по этому центральному округу вокруг Москвы. Вот. И когда... После консерватории... Я еще, понимаете, в чем дело, я вокалом все время занимался. И после консерватории я попал в руки Владимира Александровича Бусыгина, народному артисту России, выдающемуся баритону, певцу, оперной звезде Нижнего Новгорода. И молодость Бусыгина прошла в Новосибирске, в Новосибирском оперном театре. И он очень был дружен с Арнольдом Михайловичем Кацом. И я у него год прозанимался, и все-таки я понимал, что мне нужно как-то решать свою судьбу и... Ну, учиться дирижированию. Да, в Нижнем Новгороде это было мало реально, потому что Израиль Борис Кусман в то время уже совсем был пожилой, и он уже практически не преподавал, хотя он был не против, может быть, меня взять, но его как-то немножко отодвинували от этой деятельности преподавательской. И мне Кац сказал, давай... Верей Бусыгин мне сказал, давай, езжай в Новосибирск. Я поступил, и Кац меня взял в аспирантуру к себе сразу. Вот это было для меня, конечно, пальцам на душу, потому что общаться с великим мастером. Вот у меня, видите, тут весь его портрет. Те слушатели, которые смотрят нас по Фейсбуку, могут как раз посмотреть, а те, кто слушает онлайн, могут потом посмотреть вживую. Он покажу вам. Да, замечательно. Дорогой Паса никогда не будет таким тридирой, как я. Он был всегда очень ироничным человеком, большим музыкантом, но таким, знаете, за словом в карманный лес и в афоризму они до сих пор ходят в интернете. В музыкальном мире, да. Наше с вами знакомство, мое личное с вами знакомство, состоялось благодаря концерту Николая Мэттнера, фортепианный концерт, который вы исполняли в Костроме с Алексеем Володиным. Расскажите и об этом концерте, и о сотрудничестве с прекрасным музыкантом. Вы знаете, совершенно случайно. Я о Володина слышал много в записях, по Метцу транслируют его. Он же такая мировая звезда в то время был. Весь, конечно, все больше и больше. Он ведь живет за границей, я, честно говоря, не ожидал, что мы с ним где-то пересечемся. Но у меня есть один друг в Костроме, Костя Дивеев такой. Он очень любит, он вообще не музыкант по специальности, но он сдвинут на пианистах немножко. Так он фанатеет. Он берет уроки у Алеши Чернова и дружит со всеми пианистами. Либо онлайн, либо… И вот в том числе и с Володиным как-то он оказался в знакомстве. И вдруг мы что-то с ним беседовали, слушали, как раз сидели концерт с Володиной в записи. Я говорю, вот бы сыграть с ним. Он говорит, так давай я ему напишу, если я с ним знаком. И так получилось, что он ему написал, и Володин в ответ сказал «да». И говорит, что он приезжает в Россию играть концерт Мэттнера номер один, но концерт у него будет в Сочи. Но после этого он готов приехать сюда. И, вы знаете, это было открытие сезона, наверное, 19-й год был, сейчас не помню точно, или 18-й. В общем, он приехал, и мы с ним как-то нашли быстро общий язык. Он… Вот понимаете, вот это из тех пианистов, которых в записи, может быть, так… Они так не раскрываются, как в живом общении, в живом музицировании рядом. Потому что это лавина. Это лавина звука, это лавина идей, лавина интеллекта. И вообще вот такая пианист невероятной энергии и взрывного темперамента. Хотя с виду он вроде бы такой спокойный и рассудительный такой, знаете, может быть, слишком интеллектуальный, но это все внешнее. Потому что с мамой ходит везде. Но на самом деле он невероятно энергичный и какого-то, я не знаю, планетарного масштаба личности совершенно. И как музыкант, и просто как человек. И как-то вот, знаете, мы друг друга захватились с ним на этом концерте. Вот знаете, захват такой произошел. Когда… У меня несколько пианистов. Вот в прошлом сезоне я закрывал сезон с Вадиком Холоденко. Вот такая же история. Я с ним до этого не играл. Вот такая же история на моторте произошла. Нам не надо было с ним много репетировать. У нас была одна репетиция. И мы понимали друг друга с полужества. И с какой-то вот идей, которые витали вот между нашими полуторными метрами, которые между дирижером и солистом находятся. Вот просто бери моё, а я беру твоё. И так вот оно получилось. И был блестящий 23-й концерт Моцарта. А сейчас, вернее, в то время получилась примерно та же самая история с Мэттнером. Хотя Мэттнер, безусловно, в разы масштабнее и, может быть, труднее и необычней. Вообще, музыка Мэттнера, она как-то особняком стоит. Не случайно. Может быть, её так мало исполняют. Но она трудная по своей начинке. Она невероятно многопланова. Многосюжетная, я бы даже сказал. Многостильна. Полистилизм в этой музыке. Он вроде бы как бы современник Скрябина, Рахманинова, других. Прокофьев. И во многом судьба схожа тоже. Вроде бы за границу уехал и там скончался. И так же, как Рахманинов давал благотворительные концерты во время войны в пользу Советского Союза. Но они разные. С одной стороны, может быть, там слышен Рахманинов. С другой стороны, там слышен джаз. С одной стороны, там слышен, я не знаю, какой-то… Русская музыка, но в то же время и учёность какая-то. Полистилично и полиидейно. Я даже не могу объяснить, что это вообще за феномен. Этот музыкантский язык, композиторский язык Мэтнера. Но он невероятно красив и богат. Вы знаете, я единственное, когда дирижировал эту музыку, я очень жалел, что он не написал оркестровых сочинений для оркестра симфонических. Он написал три концерта, а остальное всё камерная музыка. Либо сольная для рояля. Большое количество, громадных. Либо, может быть, скрипичные сонаты малоизвестные, тоже вокальная лирика. Но почему масштаб его дарования как-то не затронул симфонический оркестр как субстанцию? Вот это я понять не могу до сих пор. Потому что он невероятный, конечно, масштаб. И он бы мог такие симфонии писать. Это что-то невероятное могло быть. Ну, произведение действительно очень интересное. И я нашим слушателям очень рекомендую послушать первый концерт Мэтнера исполнения Алексея Володина и Костромского губернского симфонического оркестра под управлением Павла Гирштейна, нашего сегодняшнего гостя. Павел, насколько для вас отличается, можно так сказать, аккомпанемент солистам и солирование в симфониях? Ой, вы знаете, тут всё зависит от солиста. Бывает иногда, не часто, но бывают даже солисты, которые известные, хорошие, раскрученные. Ну, вот мешают они, вот лично мне. Может, я им тоже мешаю, честно говоря, не знаю. Но мне иногда просто... Ну, я сам не могу раскрыться, оркестр не могу раскрыть. И оркестр начинает хуже играть, как-то скучать. Но это частности, да. А бывает, может быть, по неопытности, по тому, что этот концерт там какой-то первый раз играется. Но бывает вот так, как с Володиным, с Холоденко, с Тарасовым, с Серёжей, с Сашей Князевым, я не знаю, с Аленой Баевой, с Валей Урюпиным в качестве кларнетиста, к примеру. Многие другие есть, конечно же. Саша Кобрин. Ну, вот я не могу, я бы вообще не останавливал бы этот вечер, которым я аккомпанирую, потому что это уже не аккомпанемент, это просто какая-то вот совместная жизнь проходит в музыке. Вот. И у меня даже никакой мысли не будет, что мне не дают там раскрыться как дирижёру, как, я не знаю, интерпретатору. Эго моё никто не затрагивает, потому что это интересно очень. И музыка сама все феноменальна, потому что, как правило, с этими музыкантами мы играем только лучше. У нас нет времени на то, чтобы там экспериментировать с какими-то вот сочинениями, потому что они играют действительно, они востребованы, они понимают, что они хотят. Если, допустим, Тарасов играет практически только Рахманинова, ну, может, пару концертов. Но каждый концерт Рахманинова с ним – это событие. Вот. А то, что касается симфонии, ну, или какой-то там севиты, да, ну, я обожаю это дело. Ну, как можно не любить? Даже дирижируя ту же, я не знаю, ну, известную музыку такую, как «Шестая Чайковского», там, или «Третья севита Чайковского», или даже взять уж совсем такие популярные, как «Девятая дворжика», там, я не знаю. Каждый раз что-то новое открывается в этой музыке, и каждый раз музыканты отвечают, и они хотят проявить себя на этих замечательных соло. Ну, «Третья севита Чайковского» – знаменитая соло-скрипка. Это всегда волнение для оркестрового концертмейстера. И он хочет себя приблизить к эталонному звучанию, и чтобы оркестр повести за собой, чтобы понравиться публике, дирижёру. Это очень интересный процесс, который мало с чем можно сравнить. Да, в принципе, даже в какой-то музыке, которая не так часто играется, либо это современная, либо это музыка двадцатого века. Видите, тоже несовременная, оказывается. Да, уже есть. Да. Вот. Ну, вот, к примеру, я открыл для себя симфонию Нильсона «Четыре темперамента». Совершенно невероятная энергия музыка, красоты и разнообразия. И я с удовольствием жду, когда я к ней, допустим, опять вернусь. Расскажите нашим слушателям, как идёт подготовка симфонии. Вот от того, как вы решили, какое будете произведение играть в этом сезоне, и до выхода на сцену. Ну, я могу сказать так, как идёт подготовка программ вообще. Потому что, я думаю, это в контексте. Ну, как правило, сначала мы готовим имена солистов. Те, которые по тем или иным причинам могут приехать в Кострому. Если солист предлагает программу, он сам звонит, допустим, мне и просится. Он говорит, я бы хотел сыграть условно. Ну, Алёна Баева мне звонит, например, недавно и говорит, мне очень нужно сыграть концерт «Барбера» с крепичным. «Барбер». Я сразу думаю, что такое «Барбер». «Барбер» – это 20 век, первая половина Америка. Да, Америка. Хорошая ассоциация. Фильм «Однажды в Америке». Что бы можно было придумать под такую программу? Пример на этого же времени, но другой по состоянию и по музыке. Айвз, к примеру, да? Угу. Я плохо знаком был достаточно с творчеством Айвза. Начинаю его смотреть, изучать, что-то слушать. И вдруг натыкаюсь на Бернстайна, который рассказывает… Есть такая запись в YouTube. Слава Богу, сейчас мы имеем возможность слушать. Он рассказывает подробно совершенно о второй симфонии Айвза. Такая захватывающая история. Он ее по косточкам разбирает, говорит, какая тема тех или иных американских песен использована в этой симфонии. Она вся практически построена… Вся полифония построена на заимствование оригинальных американских песен тех или иных штатов. Вот. Уже к Барберу вроде бы клеится, да? Угу. Но музыка не совсем известна ни эта, ни та. Ну, Барбер чуть известней, айвз совершенно в России не играется, к примеру, да? Значит, надо чем-то разбавить. Но хочется, чтобы это тоже было как-то связано с этой темой. Кто из известных композиторов писал на тему Америки? Ну, конечно же, Дворчик. Угу. Симфония Нового Света, да? Дворчик, да. Симфония Нового Света. Ну, давайте думать так. Ну, Симфония Нового Света – это уже, получается, слишком большая программа. Потому что айвз – большая симфония. Как его называют? Барбер. Тоже концерт большой. Барбер, да. Барбер, ну, достаточно большой концерт. А сейчас такие условия, что в двух отделениях особо не наиграешь. Потому что пандемия, и желательно, чтобы концерт был в одном отделении. Чтобы публика не шарахалась по зданию. Вот. И я прихожу к выводу, что надо сыграть американскую «Сюиту Дворжика». Одно из самых последних сочинений, которые есть и для фортепиано-версии, и для оркестра. Для оркестра звучит крайне редко. Но музыка очень красивая. И я думаю, что она очень перекликается по своему музыкальному языку с девятой симфонии. Вся построена на стилизации американских тем. И очень красивая и мелодичная. И, в принципе, она здесь игралась уже когда-то. Вот так собралась программа. Мы играем популярную, менее популярную, но красивую и совсем неизведанную. Но то, на что может заинтересовать публику, вот этим названием программы. Вот как-то так собралась программа. Павел, отключили звук у вас, Павел. К сожалению, потерялся звук. У нас в гостях, Павел. Да, секундочку. У нас в гостях дирижер Костромского губернского симфонического оркестра Павел Герштейн. Кажется, у нас восстановилась связь. Павел, слышите меня? Да, прекрасно. Да. Вот. В общем, мы остановились с вами на составлении программ. Да? Да. Вы знаете, мой вопрос был немножко другим. Не именно о программе. А вот как вы работаете с оркестром? Сколько времени вы... Сначала вы изучаете партитуру. Сколько времени. И потом, как вы ходите к оркестру? Значит, ну, безусловно, после того, как я понимаю, что программа составлена, мне нужно подготовиться самому, чтобы выйти к оркестру и чтобы мне было что сказать, ждать, а не ждать, пока мне оркестр начнет что-то предлагать свое. Поэтому, безусловно, работа с партитурой – это первая составляющая перед выходом к оркестру. Далее, когда я понимаю, что мои, так сказать, какие-то замыслы начинают оформляться и уже, в принципе, оформились, я свои слуховые ощущения, которые ношу внутри себя, прихожу и начинаю ими делиться с оркестром. А вот тут начинается самое мучение. Потому что репетиционный процесс, особенно первые несколько дней, конечно, когда я мучаюсь, нося в себе то, что хочу услышать, я не могу это услышать, потому что мне это не могут сыграть так, как я хочу. Но, тем не менее, это процесс творческий, он занимает время. И потом, безусловно, хочется оркестру сказать уже с какие-то не только технические, но и художественные свои замыслы, исходя из стиля того или иного композитора и той или иной партитуры, найти какие-то, может быть, ассоциации, аллегории, чтобы музыкант не просто играл быстро, медленно, высоко и низко, а чтобы он все-таки, играя ту или иную тему, он мыслил в какой-то мере образно. У каждого дирижера свой жест. И вот насколько музыканты быстро привыкают и понимают этот жест, то есть вступление. Или все-таки уже, когда отрепетировано на сам жест дирижера, ему оркестранты не обращают внимания в основном? Вы знаете, когда вы поговорите с оркестрантами, особенно с молодыми такими, которые кичатся своей большой профессиональностью, они часто говорят, а чего дирижер? Ну да, дирижера не смотрят. Но они, даже если они на него, как говорят, не смотрят, они, безусловно, все время привязаны к дирижеру. Да. А дирижер, любое неловкое движение в каком-то неудобном месте – и все, мы потеряли оркестр. Он рассыпется моментально. Поэтому тут, конечно, имеет значение та школа, которую нам прививают в классе, в дирижерском классе. И, слава Богу, я тут буду сказать о своих учителях и о последнем своем учителе, Арнольд Михайлович Кац, который овладел невероятной дирижерской аппликатурой, техникой. Он все-таки был чудесным интерпретатором, но при этом он еще был чудесным ремесленником в лучшем внимании. Он прошел все-таки школу Мусина Александровича, но его дирижерский жест был, может быть, он что-то более, я бы сказал даже, художественно оформленный, более зрительный, более образный, чем у учителя своего. Потому что я знаю немножко, так сказать, Мусинского. Понимаете, Мусин, он прекрасный педагог и замечательный дирижер, но он дирижировал как педагог. Если вы посмотрите записи «Дирижерский Мусин», они все-таки есть, да? Хотя все очень четко. Арнольд Михайлович все-таки был художником при этом, при всем еще. Павел, наша передача подходит к концу. Посоветуйте нашим слушателям, что послушать после нашей передачи. Оркестровое произведение или какой-то концерт? Вы хотите, чтобы я уговорил публику слушать мои концерты в YouTube? Конечно, конечно. Да, знаете, на самом деле там есть записи, за которые мне не стыдно. Но, к примеру, если вы откроете нашу запись с Ромео Джилета Чайковского, то я думаю, что… Ну, мне будет приятно, безусловно, но, я думаю, столько записей, и Светланов, и великие дирижеры, и западные. Поэтому я думаю, что вот послушайте под хорошее настроение четыре темперамента Нельсона, Карла Нельсона. Есть тоже в вашей записи? Да, 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 она есть в YouTube. Она просто очень жизнерадостная такая симфония, чудесная. Она не очень большая, четырехчасная. Ну, просто ее не так часто исполняют. В России практически вообще ее особо никто не исполняет. А композитор, он очень яркий, как ни странно, да? Вот, скоро появится, я надеюсь, запись с Аленой Баевой, Барбера, запись концерта. Это невероятной красоты тоже музыка. И несмотря на то, что мы с Аленой на сцене стоим в масках, нас там узнать можно. Да, нас там можно узнать. И я думаю, это будет меньше вас отвлекать от музыкального материала, который просто ласкает уши. Спасибо, дорогие друзья. У нас в гостях был художественный руководитель, главный дирижер Костромского симфонического оркестра Павел Герштейн. Встретимся с вами в следующую среду. Слушайте классическую музыку. Всего доброго. До свидания. Всего вам доброго. Берегите себя.